Итак, в данном видеоролике я бы хотел более детально поговорить про акции компаний электросетевых компаний и про акции компаний ритейлеров российских. Ну, я на самом деле заметил какую-то тенденцию очень странную, то есть наша аудитория, как минимум, вот подчеркиваю, наша аудитория лезет туда, куда как бы ты лезть не стоит спекулятивно. Если, смотрите, если рассматривать эти компании инвестиционно, вот по электросетевому сектору, Юнипро, Россети, ФСК, Русгидр, Интерао, ОГК, два, инвестиционно они интересны, привлекательны в плане ценообразования на их акции, но спекулятивно там ловить пока нечего. Второй момент. Такие компании как МТС, Магнитру, Силиком, X5 и Ритейл Групп, они тоже не интересны спекулятивно, но, повторяюсь, инвестиционно, да, интересно, инвестиционно, то есть на срок 5-7 лет минимум, инвестиционный долгосрок, назовем так. И, внимание, почему сейчас электросеть не шибко сильно интересна? Подчеркиваю, нету драйвера роста и не будет, судя по всему, в ближайшем месяце. Смотрите, важно считать то, что дивидендная доходность у голубых фишек, вот этого сектора электросетевого, Россети, Юнипро, ФСК, Русгидр, Интерао, ОГК, ТГК и прочее, на голову ниже, чем ключевая ставка ЦБРФ, которая скоро будет 11% годовых. И, соответственно, на чем они, эти бумаги будут расти в дальнейшем, я пока не понимаю. То есть средняя доходность в этих компаниях, дивидендная, в районе 8-8,5% годовых. Берем суммарно весь этот сектор электросетей, а ДКП, от ЦБРФ, ключевая ставка будет скоро 11%. Соответственно, тут какая реакция рынка? Обычная. Если ключевая ставка выше, чем уровень дивидендной доходности, рынок пойдет в безопасные активы. То есть вклады, облигации и прочее в этом духе, но никак не в акции. Поэтому пока не стоит спешить электросети покупать, да и с другой стороны электросети государства пока еще не говорило о том, что этот сектор есть резон поддерживать. Они так где-то мелькали их выражения, но не более того. То есть нужна поддержка сектора, субсидирование этого сектора для того, чтобы рынок заметил этот сектор. А пока такого нету, драйвер, ну и не на чем расти по большому счету. В совокупность факторов это надо учитывать. Другой нюанс это российские ритейлеры. Тоже повторяю, я заметил, что по крайней мере наша аудитория меня вот спрашивает про эти компании, большинство из наших читателей и подписчиков. И спрашивают именно эти компании МТС, Магнит, Ростелеком, X5 Ритейл Групп. Смотрите, инфляция по ним очень сильно бьет сейчас, очень сильно. Соответственно, рынок эти компании переоценив в пользу снижения. Соответственно, нет никакого резона сейчас даже их подбирать. Я еще раз повторяю, что див доходность по Магниту, X5 Ритейл, Ростелеком и МТС, они сейчас намного мизернее будут, нежели чем ключевая ставка ЦБРФ. Еще раз, учитывайте сентимент. Чем выше ключевая ставка, тем эффективнее рынок будет уходить в защитный актив. Я на эту тему могу, в принципе, как вариант обучающий видео заснять, основу биржевого торговли, где более детально про эту тематику поговорить. Сказать, причину следственную связь изложить как минимум. Вот. И, соответственно, инфляция тоже давит на прибыль этих компаний. Я еще раз повторяю, что вообще все ритейлеры российские, они скоро будут более или менее тесно сотрудничать с банками для того, чтобы привлекать в разную роду условия критования, чтобы потом эти товары впаривать клиенту. Потому что, повторяюсь, покупательная способность, она, конечно, падает в РФ, и за счет инфляции и прочего в этом духе, соответственно, экономия денежных средств в РФ, она прям капитально растет, и, соответственно, это отражается также на ритейлерах в том числе. Поэтому только банки, 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 еще раз банки, им нужно с банками более или менее тесно сотрудничать. Карты, рассрочку, пускать и прочего в этом духе. Товары народного потребления. Что является жестью в данной исторической эпохе, лично для меня, по крайней мере. Ну, это реально жесть. Рассрочка на товары народного питания. Господи, охренеть, не встать. И знаете, такие пилотные проекты, насколько помню, раньше были у ленты. Гипермаркеты ленты. Вот посмотрим, что там магнит МТС, ой, извиняюсь, магнит X5, вот что они потом предложат, мне вот это интересно. Поглядим. Так что учитывайте, что инфляционное давление это проблема, что для ритейлеров российских, американских, ритейлеров, извиняюсь, российских, американских, что для техов российских, американских, все это печально. И так или иначе давит на акции компании. Так как сентимент просто тут деньги выводит. То есть толпа тут деньги выводит и все. И они от этого убегают. Поэтому какой резон в них сейчас входить, я, честно говоря, не знаю. Я хоть их и держу, эти акции на прицеле, электросетевые, там, ритейлеры и прочее. Но, опять же, повторяюсь. Это держу на прицеле не значит, что покупаю. Нафига. Тогда, когда издержки довольно серьезные сейчас и в мире, и в этих имитентах в том числе. Поэтому я сейчас чисто занимаюсь спекуляциями. Ни о ком среднесроке речи быть не может. По крайней мере, сейчас. Но, повторяюсь, если вы инвестор, бумаги, да, интересны. Но если вы среднесрочный трейдер или вообще локальный спекулянт, то тут ловить нечего в этих бумагах. Это надо учитывать. Ну, думаю, мою мысль вы поняли. Поэтому рекомендую вам подписаться на наши медиаресурсы, которые указаны в каждом описании под каждым видео. В первом пункте наши телеграм-каналы, в втором пункте в контакт-групп, в третьем пункте инстаграм-канал. В принципе, то, что я показал вам сейчас из графиков. Электросектор, ритейлеры, это все с нашего телеграм-канала, группы ВКонтакте, инстаграма в том числе. Поэтому инфа, которая выходит там, задержка во времени поступает на YouTube. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время грамотная стратегия, наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok